СПК Виловатая 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 Класс пшеницы третий, а по некоторым показателям даже дотягивал до второго и до первого класса. Я понимаю, что добиться такого рожая можно лишь комплексом мер, применяемых в весь период вегетацией пшеницы. Но хотел бы узнать, скажите пожалуйста, на что больше всего вы обращаете внимание при выборе протравителем? Во-первых, чтобы все исключить заболевания и вредителей в этом случае. И с тем, чтобы развитие корневой системы в осенний период было высокое. С тем, чтобы весной уже растение было готово к поглощению питательных веществ и влаги. С тем, чтобы развитие весной особенно потом быстрое было. Сейчас каждый сельхозпроизводитель старается сократить издержки. Применяет современную обрабатывающую технику, высокопроизводительные трактора, комбайны. Спутниковая система наблюдения, мониторинг техники. Но есть еще одна затратная часть, это обработка семян. Скажите, как по вашему мнению может сократить издержки в этом сегменте? Ну, если мы хороший препарат применяем, как Vibrance или Celest Max, то мы можем количество семян сократить. То есть, не 4,5 миллиона, а 4 миллиона или 3,7 миллиона. Предусматривая, что будет достаточно хорошее кущение. И мы делаем так. Значит, и 3,7 миллиона штук навосеваем. Ну, и 4, и 4,5 и как бы исследуем. Зависит это, конечно, не только от этого, но и от наличия влаги. Поэтому воду трудно еще, пока влаги недостаточно на парах. И тем более после посева, после яичменя недостаточно. Поэтому нужно будет корректировать буквально при начале сева. Александр Михайлович, напоследок, расскажите, пожалуйста, какие нюансы, тонкости в работе с озимой пшеницей, вообще с культурами вы применяете для получения таких высоких показателей урожайности, которые у вас наблюдаются уже на протяжении многих лет? Ну, наверное, это, в первую очередь, люди, которые ответственные работают на этом участке. Потом по применению комплекса мер. Это удобрение, защита, техника, которая достаточно выдерживает и норму высева этой сиелки, и культиваторы, компактомат, которые выдерживают глубину рыхления, и посев на определенные глубины дружные, сходы дружные, посевы. Вот такой комплекс мер позволяет, и потом в процессе вегетации, вот этой подкормки селитрой, мы применяем жидкие удобрения, КАС, как серый, так и бессеры, двухкратные, порой и трехкратные, 5-процентным раствором, в фазе уже калашения, по этому году, плюс испытывали по колосу, по чешуйкам, можно сказать, карбамидам подкормку, 5-процентным, что дало на данном поле повышение и клейковины, и белка, и все показатели выше третьего класса. Поэтому в будущем, и вот сегодня мы настроены и на жидкие удобрения, и на твердые, но больше стараемся уже применять жидкие удобрения, особенно на зимах культурах. Продолжение следует...